Избирательный участок номер 60 наша съемочная группа посетила в половине второго. Помещение практически пустое, зато через 15 минут уже стало многолюдно. И так весь день, говорят члены комиссии. То густо, то пусто. Впрочем, было и чему удивиться. Первые избиратели пришли уже в 8 утра, видимо, перед поездкой на дачные участки. В этом году у нас очень много впервые голосующих. Досрочно были впервые голосующие. И сегодня пришли первые голосующие в средний возраст. Ну, естественно, и старший возраст, но вот в отличие от других выборов, в этом году больше среднего. На этих выборах было еще одно новшество. Практически на всех участках появились комплексы обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КАИП. Электронные урны подсчитывают голоса автоматически. Далеко не всем новинка пришлась по душе. И хотя каждому избирателю помогали справиться с машиной специально обученные операторы, горожане иной раз все же норовились по старинке свернуть бюллетень. Не обошлось и без курьезов. А, вот так, да? Не удается. Ай, тихо, это он что там? Ну, и что там же меня? Ну, что там, кто там говорит? Это машина говорит. Ну, зачем же она так пугает людей? Господи, спроси сохранить. Прямо. Здравствуйте. Пожилым людям пришлось приноравливаться к КАИПам. Люди среднего возраста уже знали о том, что на участках появятся электронные урны. А членам избирательных комиссий и комплексы значительно облегчили работу. И когда я проходила обучение, я думала, что мы никогда не справимся. Казалось, это так сложно, что это так непонятно. А когда вот сейчас на самом деле мы поняли, что это все-таки такое облегчение для участковых комиссий, ну, что просто здорово. Если на 60-м участке электорат был преимущественно среднего возраста, то на большинстве других голосовали в основном пенсионеры. Общая явка составила чуть более 23%. Не обошлось и без жалоб. Письменных жалоб нет, слава богу. А устные звоночки поступают от избирателей о том, что по городу ездят автомашины и предлагают голосовать за тех или иных кандидатов. Обо всех поступивших сообщениях террисберком проинформировал правоохранительные органы. В целом же голосование прошло без серьезных происшествий. Елена Милют, Владимир Селиванов, Местное время.